Рождественский вечер в компании сказочных героев организовали сотрудники Рафиацунев для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы подарить им праздничное настроение и ощущение чуда. Для работников ядерного центра благотворительная акция стала доброй традицией. С 2010 года трудовые коллективы готовят для нуждающихся детей и подростков новогодние представления с чаепитием, а также собирают силами сотрудников средства на сладкие подарки и материальную помощь. Приходят, радуются, растут на глазах, улыбаются все равно. Новый год, он и есть Новый год для взрослых, для детей. Один и тот же праздник, самый долгожданный. Детям хотим подарить какое-то семейное тепло, показать, что мы все такие же люди, что ядерный центр – это не какая-то закрытая структура, это все-таки тоже люди, добрые люди, прозывчивые люди, готовые прийти на помощь всегда. В этом году коллектив Центра культуры и досуга подготовил спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению». На сцене гости увидели давно знакомых персонажей – Иванушку Дурачка, Царевну Несмеяну, Щуку и Царя. Герои постановки пели, танцевали и шутили, создавая праздничную атмосферу. Тебе понравилась сказка? Какие тебе герои больше всего понравились? Там, где он на печке приехал королю. Он по царевну, чтобы она не плакала. Понравилось в этом году всякие спецэффекты, больше было интересней. Пришла я с братом и ему тоже понравилось. Приходим уже на эти новогодние праздники не первый раз, нам очень нравится. Спасибо большое организаторам. Так что всем всего хорошего, с наступающим Рождеством и огромное спасибо за то, что вы помните о наших детях. Ни один зимний праздник не обходится без игр с Дедом Морозом и Снегурочкой. Перед началом развлекательной программы присутствующих поприветствовал начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Рафиат Суниев. Евгений Красногорский поздравил ребят с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил со сцены всех сотрудников, которые внесли свой вклад в помощь детям. Сотрудников Рафиат Суниев отличает некое неравнодушие. И это не единственная благотворительная акция, которая проходит в институте за целый год. Это одна из. И в каждой из них в обязательном порядке сотрудники в той или иной степени участвуют. Здесь уже сложилась традиция. Девять лет – это целая история. И в рамках этой традиции, конечно же, кто-то участвует больше, кто-то участвует меньше. Но каждый год примерно один и тот же объем средств мы осиливаем. В этом году подарки от ядерщиков получили около 90 участников. В конце года сотрудники института будут готовиться к юбилейной благотворительной новогодней елке, чтобы снова удивить и подарить детям частичку своего тепла и заботы.